Зелёный остров 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И, собственно, именно по вашим просьбам Садовый центр «Виктория» решил вновь провести этот конкурс Если сказать честно, то результаты нас очень даже порадовали В целом год был, наверное, для выращивания томатов не самый лучший У нас была довольно прохладная весна У нас было довольно проблемное начало лета Сначала было холодно, потом резко стало жарко Не шло качественное опыление Ну и вообще говоря, вот в середине лета была такая очень серьезная тревога А вырастут помидоры, не вырастут Сможем мы получить помидоры-гиганты или не сможем? И тем не менее, садоводами накоплен огромный опыт И опыт победил вот эту самую непогоду Результаты, которые вы показали, очень даже хорошие Конечно, мы не дотянули до мирового рекорда Мировой рекорд знаете какой? Это томат массой 3,7 килограмма Нам, конечно, до такого томата расти, расти и расти Я вижу по вашим глазам, это вас задело И я думаю, что садовый центр «Виктория» это учтет Вот эмоциональность вот всю На следующий год проведет еще один конкурс И мы, ну если не повторим мировой рекорд, то хотя бы к нему приблизимся Ну а сейчас самый торжественный момент Во-первых, я хотел бы выяснить, сколько всего участников было на конкурсе? Участников было 200 человек О, 200 человек? 200 человек 200 человек, какие плоды в основном, какая категория была по массе? По массе от полкилограмма, от 500 грамм и выше Да, ну полкилограмма это был минимальный плод, который принимался на конкурс Ну а теперь давайте, наверное, начнем с третьего места Итак, кто же вырастил томат номер 3 в городе Магнитогорске? Кунанбаева Надежда Тлиеновна Надежда Тлиеновна, мы ждем вас А 1254 грамма 1254 грамма Вот у меня конвертик такой Вот, мы вручаем вам конвертик И самое главное, мы даем вам напутствие На следующий год обязательно принять участие в конкурсе И вырастить еще более крупный томат Кстати, что за томат вы принесли? Севрюга Вы вырастили томат севрюга Вы давно выращиваете этот сорт? Первый год Первый год Понравился вам этот сорт? Понравился, да Да, это сорт сибирской селекции Действительно, он очень крупноплодный А вообще, сорт севрюга и сорт, по-моему, фиделио Происхождение у них, эти томаты, когда-то завезли с кубы С кубы, с семенами Долго их выращивали в условиях Сибири Оббирали таких настоящих сибиряков Ну и получили вот такой абсолютно южный кубинский томат С таким сибирским характером А у вас какой-то есть секрет по выращиванию вообще томатов? Ой, никакого секрет пораньше садите Первого мая, по-девятого я высажу уже В грудку высаживаете? Да, да Вот основной секрет, это поклоншие крупноплодные томаты высаживать в грудку А потом вы их, наверное, защищаете от заманса Полностью прям укрывным материалом двойным И там живем в саду И укрытие двойным укрывным материалом Нетканный укрывной материал, более ранняя посадка Рассаду, кстати, когда вы начинаете выращивать? По 8 марта И рассаду мы высаживаем с 1 по 8 марта Я думаю, что опыт одного из победителей Все участники так и иначе Поздравляем вас, большое вам спасибо Томат номер 2, Егоров Владимир Викторович Владимир 1454 грамм Вот, Владимир Викторович помахал нам рукой И зрителей поприветствуем Он выходит к нам Владимир Викторович, так, еще раз, какая была масса плода? 1454 грамм 1450, чуть-чуть до полутора килограммов Ну, во-первых, мы поздравляем вас Ваш конвертик, конвертик, видите, за второе место Здесь очень хороший денежный приз Вы сможете здесь вообще какие-то такие интересные вещички подкупить И семена какие-то покруче, и удобрения покруче Ну и результаты будут Ну а теперь, как положено, слово одному из победителей конкурса Ну, во-первых, томаты эти выращивались, садились в марте месяце Во-вторых, они высаживались в теплице, но без укрывного материала Просто теплица, которая и стекла, и вот этих рам старых Микрофон, это не микрофон, это запись идет Да, я повторю, я повторю обязательно Во-вторых, подкармливались органическими удобрениями, это трава И поливались и йодом Это я вычитал в интернете Подкормка йодом О, вот, смотрите, какой прекрасный секрет Подкормка йодом А в какой концентрации? 4-5 капель на ведро воды 4-5 капель на ведро воды и 2 литра на куст И это обеспечит нам вот эти самые крупные плоды Вот здесь не все услышали секреты Начинаем в марте выращивать рассаду В апреле высаживаем в теплицу Подкармливаем в основном азотными удобрениями, сброженной травой Ну а что за сорт был? Вельможа, да, Аня? А сорт назывался вельможа Очень хороший сорт Тем более, что приятно Этот сорт вы могли приобрести Собственно в садовом центре Виктория Итак, мы еще раз поздравляем вас Аплодисменты одному из победителей Наступил, вот, был торжественный А сейчас наступил самый торжественный момент Мы объявляем имя победителя Мы сейчас назовем имя садовода Который в этом году вырастил Самый крупный томат в нашем городе Итак, кто же этот садовод? Уржунцева Нина Сергеевна Нина Сергеевна, во-первых, вам вот этот приз в таком конвертике Ну и абсолютному победителю слово Ну покупаем семена только Виктория Больше нигде Сажаю каковы Да, сорт помидор «Загадка природы» Сорт помидор, который стал в этом году чемпионом Называется «Загадка природы» Вообще, какое прекрасное название Я всегда думаю, сколько же вот нужно было Вот думать, чтобы придумать такое Вельможа «Загадка природы» Ну вот, музыка целая в этих названиях Ну и секреты выращивания Да, обычно Сажаю в цеплицу Прямо в первых числах мая Вот я знаю, вот что здесь необычно Сажаем, поливаем Сброженной, несброженной Вот это дело прежде всего надо любить Согласны вы со мной? Да, вот если нам это нравится Вот если от выращивания помидоров Мы испытываем удовольствие Вот тогда у нас вырастают действительно гигантские плоды Вот не помню кто Кто-то из американских певцов Исполняет песню В мире нет ничего лучше, чем собственные помидоры Вы согласны? Да Итак, еще раз поздравляем победителя Да Ну а все садоводы, еще раз напомню Кто представил плод выше 500 граммов на конкурс Могут получить свои поощрительные призы Я еще раз благодарю всех, кто принял участие в конкурсе И желаю вам на следующий год этот результат Вот свой личный хотя бы обязательно превзойти Итак, итоги конкурса На самый крупный томат, выращенный в садах Магнитогорска Завершен Но садовый центр «Виктория» Организатор этого конкурса Принял решение на следующий год Обязательно повторить этот конкурс Тем более, что уже сейчас он традиционный И тем более, что, я говорил, мировой рекорд 3 килограмма 700 грамм томат А мы-то с вами даже до полутора килограммов в этом году не дотянули То есть нам есть куда расти Соберемся и на следующий год результат улучшим Ну а сейчас, уважаемые телезрители Мы с вами вернемся в садовый центр «Виктория» Где в рамках праздника на самый крупный томат Ваш покорный слуга провел консультацию садоводов И наиболее интересные вопросы мы выносим сегодня в передачу Слизни едят капусту Ну вы знаете, во-первых, уберите вот эти листья, которые уже лежат на земле Как правило, они уже такие сгнившие И вот землю под кустами опудрите золой Печной золой Вот слизень, когда проползает по золе Вот вещество, которое в золе содержится, калий углекислый Он вызывает ожог тканей у слизня Можно и звездкой, да, можно и звездкой Но, вы знаете, был такой рецепт очень интересный Отловить слизни Слизни очень любят, знаете что? Пиво правильно, вот знают садоводные, что любят слизни Ставите маленькую баночку Вот буквально, чтобы там несколько миллиметров было блюдечко Налито Сверху даже можно листиком каким-то накрыть Да, это вы им такой пивбар устраиваете И вот со всего сада Вот эти самые слизни Они приползают вот под этот листик Пивка попили, там отдохнули В один прекрасный момент Вы поднимаете этот листик И кипяточком все это раз и ошпарили И слизня нет Чеснок высаживает Так, когда высаживать чеснок? Вы знаете, чеснок, еще раз повторяю, высаживают Когда температура почвы на глубине 10 сантиметров Будет ниже плюс 10 градусов Вот хорошо, если это будет градусов 8 Вот раньше, лет 20 назад Такую температуру мы получали в почве Где-то в конце сентября Сейчас климат немножечко изменился И такая температура Она переносится на более поздние сроки Это где-то начало, даже середина октября Но это не значит, что сейчас мы по чесноку Не проводим никаких работ Грядку под чеснок желательно подготовить заранее Чтобы она осела Чтобы земля немножечко подышала И вот уже, когда приблизился срок Раз, луночку там, бороздочку сделали и посадили И не бойтесь чеснок высаживать глубоко Одна из основных ошибок при выращивании чеснока Это слишком высокая посадка Ну, вы знаете, садоводы буквально там Сверху 2 сантиметра и все Чеснок, да, да даже не на 3 На 5, даже на 7 Вы знаете, посадите ее даже до 20 сантиметров Вот бывают такие случаи Вот иногда что-то перекапываешь Там что-то осталось на участке И оно попадает на глубину штыка лопаты Вот обратите внимание Эти луковицы получаются самыми крупными Да, он позже взойдет Но дальше он будет развиваться в более благоприятных условиях Пониже там, температура пониже Там лучше будет оттоп Жары нет, влажность там более ровная Не бойтесь высаживать чеснок глубоко 10-15 это минимум В принципе, можете и до 20 Если почва легкая Посадили, сразу чеснок полили Посадили, даже если идут дожди Земля влажная, полили Это нужно для того, чтобы почва хорошо С донцем вошла в контакт Чтобы быстро началось укоренение Потому что если там хоть немножко осталось воздуха Луковица не начнет укореняться Она начнет сначала гнить У меня смородина отиновецка Почему-то разоцвела махровая, как сирень Вот сразу выкидывайте Вот если смородина зацвела и цветочки махровые, как у сирени Вот даже не раздумывая, весь куст выкорчевали и сожгли Это называется махровость смородины Это вирусное заболевание Оно не лечится, но оно имеет тенденцию расползаться Коснулись больного куста, коснулись здорового Перенесли, пчела посидела на больном, перенесла на другой Все У соседа есть кусты Вот и соседу расскажите К сожалению, эта проблема очень серьезная в последние годы Абрикос нет Вы знаете, на зиму мы заливаем что угодно Кусты смородины, вишню заливаем, яблоню, грушу, косточковые культуры Не заливаем И ни в коем случае не заливаем абрикос Ни в коем случае Более того, с абрикосом такой маленький совет Выпал первый снег, подошли к абрикосу И землю либо отоптали, либо ногой от штамбика убрали Чтобы вот эта сухая земля, она глубоко промерзла И чтобы не было подопревания У абрикоса основная проблема в нашей почвенно-климатической зоне Не подмерзание, а именно подопревание Залили абрикос на зиму Снег лег слишком рано И вот на этой почве вот эта проблема стопроцентно появится Не поливаем, снег разгребаем Розы на зиму укрыть Во-первых, сейчас нижние листики удалили На розах Сейчас выщипнули все цветоносы на розах Все, уже Еще не надо Окончательно обрезку на высоте сантиметров 20 Вы сделаете только в конце сентября, в начале октября Тогда же вы ее немножечко подокучите И будете ждать, пока температура не станет Не плюс 10 Пока она не станет Да, отрицательной и не появится вот эта вот корочка Верхний слой почвы не промерзнет Дальше ставите ящичек Сверху набрасываете полиэтиленчик Если уж слишком холодно, а снега нет Можно дополнительно ботвой, листвой, чем угодно укрыть То есть начинаем уже сейчас Хотя можно было даже начинать в августе Там подкормками, фосфорными, калийными удобрениями Уже стимулировать вызревание Ну а закончим мы это только в конце октября Вы знаете, абрикос в обрезке не нуждается практически в нашем клинике Растет и растет Скажите, пожалуйста, про грудку Горчица? Если вы высадили горчицу на сибираты Сейчас лопаточкой ее чуть-чуть порубили Дождались, чтобы она... Ну если такая, конечно, еще рубит рано Если уже цветет, да Порубили ее, подержали пару дней, чтобы она немножечко подвяла И перекапываете все И немножечко внесите азота Хотя бы чайную ложечку на квадратный метр Потому что начнется ферментация Собственно, разложение вот этих растительных остатков На это будет затрачиваться азот Всем большое спасибо! Сегодня время передачи подошло к завершению Я благодарю вас за внимание Жду вас ровно через неделю Всего доброго! До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова